Владимир Загурский Если в частности, то все события, происходящие, которые были на площади Ленина, которые происходили в Крыму, а они почти все происходили именно на площади Ленина, знаковые события, где оглашение о том, что референдум прошел, о том, что референдум прошел с таким успехом. После этого вхождения Крыма в состав Российской Федерации, ну и все знаковые события, концертные бригады, которые приезжали, которые буквально все первые дни с этих 100 дней после провозглашения, они все как раз проходили в нашем театре мероприятия эти. То есть мы общались с этими артистами, мы общались с этими деятелями политическими, которые приезжали к нам. То есть эпицентр событий. Ну и, безусловно, наш театр работал, занимался именно своей работой. Мы делали свои программы, мы делали свои спектакли, делали свои премьеры. Ну, весьма насыщенно это все проходило. А путно развивая творческие контакты с гостями. Да, безусловно, тут же знакомство, все. Ну и после этого, как прошли буквально первые месяцы, к нам посыпались, через Министерство культуры Крыма посыпались заявки. Мы хотим на вашей сцене провести свои спектакли. Министерство культуры Крыма дает тоже, связывается с многими коллективами Российской Федерации. Приезжайте к нам. И все это происходит, безусловно, в нашем театре и вот на площади. За последнее время буквально самым главным событием, которое будет осенью у нас в театре, это будут гастроли Свердловского или Екатеринбургского, как называется теперь, театр Аперетты. Театр Аперетты очень знаменитый, Екатеринбургский или Свердловский, мы его помним исторически, все знают, что там лучшие музыкальные спектакли России были. И директор, и замдиректора, и вообще большая группа работников этого театра приезжала в наш театр. Мы познакомились, мы, скажем так, мы даже подружились, потому что это очень добрые, теплые люди. Просто вот чувствуется, что они болеют за свое искусство и болеют за то, что у нас должно быть не хуже, чем у них. Мы обменялись нашими программами. Что мы можем показать в Свердловске? Они вот буквально с 10 сентября по 27 сентября тоже показали свой репертуар и спросили, что бы интереснее было для крымских зрителей. И вот буквально уже висит реклама на нашем театре, уже висит реклама Свердловского театра. Так что я всех зрителей города Симферополя приглашаю на эти спектакли одного из знаменитейших театров России. Ну, а дальше у нас были, скажем так, нашего театра завязались отношения, пока еще протокол намерений, вот, с театром Омска. Вот, мы созвонились, переговорили о том, что мы можем также поехать в Омский театр. Нас пригласили, но Свердловским театром у нас в программу наших действий, то есть действий Министерства культуры, мы закладываем то, что мы весной, ну, я думаю, что в апреле месяце, в удобном для нас месяце для гастролей, мы поедем в Свердловский театр. И там также, примерно на то же время, на две недели поедем, у нас будут состояться гастроли в Свердловском театре. Думаю, что эти контакты будут продолжаться постоянно со всеми регионами России. Потому что сегодня, я смотрю, и кукольный театр приезжал с Хакасии, наши поехали в Хакасию, там также участвовали в конкурсе кукольных театров, который там проходил. Во многие другие регионы наши театры будут выезжать. Ну, есть поле, скажем так, деятельности. Наверное, будет так, как было когда-то в советские времена, мы иногда грустим, там было, что ежегодно театры ездили по регионам необятной нашей Родины. А мы называли нашей Родиной, но не было тогда, что вот это одно государство, другое. Наша была Родина, большое-большое государство. Мы были и в Прибалтике, наш театр украинский, музыкальный, был, по России ездил в очень многих городах. И по месяцу, вот это каждый год было, выезжая в театр... Это гастроли. Гастроли, месяц, допустим, во Владимире, месяц в другом каком-то езжали регионе. Ну, очень много было гастрольных поездок тогда. Они проходили по линии Министерства культуры Советского Союза тогда. Я думаю, что сейчас у нас возможности такие опять будут, потому что задача поставлена, чтобы мы и обменивались, а нам и самим-то хочется, обменяться нашим репертуаром, обменяться нашими артистами, чтобы крымчане увидели. И нас также увидели на просторах России. Мы этого достойны. Ну вот вы, как верно заметили, действительно находитесь в эпицентре разного рода событий. Вы на виду. Ну вот, например, благополучием в области материально-технического обеспечения похвастаться не можете. Вот, например, ремонт давно не проводился, который украинские власти обещали долгие годы. В этом вопросе как собираетесь дальше развиваться? Вы знаете, тут даже не мы развиваться. Мы думаем, что будет великолепно дальше, будет гораздо интересней, нежели было до того. Потому что я директором уже много-много лет. И каждый промежуток времени я заново начинал рассказывать, каким должен быть наш театр. Потому что театр внутри, он уже созрел для того, чтобы то, что внутри делается, он должен таким быть и снаружи. То есть провести ремонт театра обязательно. Я считаю, что власти России безусловно обратят внимание. Потому что вот в беседе Владимира Константина, Владимир Андреевич, когда проходили все эти мероприятия, он подошел ко мне и сказал, ну, наконец, теперь мы все-таки сделаем наш театр таким, как мы его запланировали сделать. Потому что по плану реконструкции он очень интересный. И тогда будут созданы условия для зрителей, для артистов. Но труппа будет по-настоящему работать, как снаружи, как говорят, посмотреть, и внутри. Потому что наши спектакли очень интересные. Но только здание вот немножечко и материально-техническая база, безусловно. И если мы разговариваем с нашими коллегами, с тех же, по тем городам, которых я сказал, конечно же, у них сильно. Мне белой завистью хочется вот завидовать то, что у них такая прекрасная материально-техническая база. Мы работаем, ну, как говорят, не покладая рук. Ну, а все равно этого немножечко маловато от того, что мы работаем. Безусловно, без государственной поддержки ничего, конечно, не получится. И я думаю, что в следующий 15-й год в планах республики будет заложено то, что театр будет на реконструкции, и театр будет в материально-техническом обеспечении гораздо лучше. Чтобы соответствовало, чтобы зритель радовался, но и артисты тоже были довольны. Я думаю, что это будет. А вот скажите, Владимир Иванович, в украинских средствах массовой информации постоянно распространяется сведение о якобы имеющейся в Крыму антиукраинской истерии, антиукраинской политике местных властей. Вы, как руководитель украинского культурного учреждения, заметили проявление какой-либо политики? Вот такого характера? Нет, вы знаете, по этой части вообще, я не знаю, откуда вы такой вопрос задали именно нам, потому что мы именно украинские театры. У нас этой проблемы нет, ее не было, и когда в другие времена мы не чувствовали этой проблемой. Мы как работали, так и работаем. Если есть потребность в украинском хорошем спектакле, в хорошее интересное, мы, конечно, покажем украинский спектакль. Но у нас, безусловно, у нас зритель в основном русскоязычный, и потому большинство нашего репертуара – это русскоязычный репертуар. И ощущать то, что где-то кого-то ужимают, где-то кому-то не дают работать. Мы показывали буквально месяц-два месяца назад несколько украинских спектаклей. Никакой истерии не было по этому поводу, что не показывать, не давать. Все нормально, министерство культуры приходило на эти спектакли, и смотрели, и зрители были. Таких вопросов никто не задает. Я думаю, это надуманные вещи, и вообще эта вещь всегда надуманная. Я всегда говорил, и в коллективе у нас вытует мнение, ну нет такого, чтобы мы, скажем, все общее слово, скажем так, славяне, друг другу чего-то, что-то у нас было к русским, украинцам, евреям, к татарам. У нас работают и татары, и украинцы, и русские, и евреи. Ну каких только национальностей в техатре нет. Все нормально. По этой части межнационального конфликта, ну никакого не было и нет. И я думаю, что его и не будет. Потому что мудрая политика государственная, мудрая политика российского руководства, и крымского, скажем, главной крымского руководства, она не позволит, чтобы какие-то межэтнические какие-то были проблемы. Я всегда буду стоять и стоять на том, что главное, если мы будем показывать, искусство должно объединять нас во всем. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович, за ваш компетентный комментарий. Удачи в работе. Ну а мы не прощаемся с вами. Продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Продолжение следует...